Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 26 лет, мужу 30, жената полтора года, есть ребёнок 1 год и месяц. Проблема в том, что мой муж игроман очень часто выпивает, я не пью, не курю, не играю. Когда мы познакомились, я сразу сообщил мужу, что негативно к этому всему отношусь. Я знала, что он играл, но тогда не понимала, что это такое. Говорю, что это в прошлом, и говорю, что игрит когда праздником пьёт. Когда мы начали встречаться, я заметил, что это всё лошадь, он пил и играл. Говорю, что со временем бросит. Проблема в том, что не может мне обеспечивать стабильный финансовый доход. Мы постоянно клячем у моей мамы деньги. С одной работы ушёл, потому что брал долги, играл, неохота ему было работать и давать эти долги, потому что зарплата была в размере его долгов. Второй работы уволили, потому что на работе начальник увидел, что они пили с коллегами. В общем, когда этот человек поднимается на одну ступеньку выше, он опять падает. Я не могу в данный момент сработать. У меня грудной ребёнок. Унижаться перед мамой тоже надоело. Этого человека жизнь ничему не учит, пить не бросил, играть не бросил. Вот я думаю, может быть перестать кормить ребёнка и устроиться на работу, а его послать на три буквы. Или же устроиться на работу, а его не послать, потому что мы всё равно в глубине души любим друг друга. Но у меня такое положение сделка раздражает. Я не хочу всю жизнь быть в роли мужика, это его ответственность. Я вот думаю, вдруг расставание это неправильно, и я пожалею об этом, ведь никто не идеалов. Дальше без запятой. Такой позорный мужчина, я совсем не об этом не читал, я так жалею, что вышел за него замуж, поторопилась, как бы ещё потом не пожалеть о том, что не развелась вовремя. Как вы думаете, как лучше поступить? Но я думаю, что вы находитесь сейчас, поскольку ваш муж зависимый, то вы находитесь в позиции созависимого, партнёра. Это очень важно увидеть, что вы находитесь в созависимости. И созависимость не решается тем, как вы лучше поступите, потому что как бы вы ни поступили, вы всё равно, если с созависимостью не работать, то вы всё равно окажетесь в подобных отношениях опять. Вот. Поэтому я бы сказал, что вам желательно быть здесь самостоятельно, изучить тему созависимости. Вот. Показать мужу это. И, соответственно, если он готов решать проблему, если он готов на собой работать, то, в принципе, можно отношения гармонизировать. Это первое. Второе. Второе. Люди попадают в созависимые отношения не случайно, как вы понимаете. Люди попадают в созависимые отношения по ряду причин. Ну, например, это определённые страхи, это определённая неуверенность в себе, это определённое должноствование. Но самое, пожалуй, главное, как заключается в вашем, в начале вашего текста, где вы пишете, что я не пью, не курю и не играю, а когда мы познакомились, сразу сообщила мужу, что негативно к этому всему относилась. Вот понимаете, как бы негативное отношение ко всему этому, как вы говорите, это тоже отношение. Тоже отношение. То есть это уже отношение, которое сложилось из чего? Из какого-то опыта вашего. Скорее всего. И получается, что у вас есть опыт взаимодействия с этим. Опыт, скорее всего, негативный. Да? Ну, вот вы и пишете, что я негативный. А потом, потом, когда мы начали встречаться, я заметила, что это ложь. Вот. Так если вы заметили, что это ложь, почему же вы не расстались? Вы пишете. А-а-а, говорил, что со временем бросит и что-то мотивировало вас верить ему. Проблема в том, что он не может мне обеспечивать стабильный финансовый доход. Ну, как бы, если вы говорите про ребенка, то есть в контексте того, что вы мать сейчас, кормящая. Ну, как бы, да. Это вопрос. Но... Это вопрос вашей ответственности, опять же. То есть, как бы... Вы верили ему почему-то, да? А-а-а, дальше. Вы пишете. Значит, например, это не о том, о чем я мечтала. Понимаете, какая штука? А о чем вы мечтали? Вот. А что такое мечта? Что такое мечта? Мечта – это идеализация. То есть, мечта – это когда я идеализирую... Ну, вот. Что-то. Да? Соответственно, если я что-то идеализирую, то, скорее всего, что-то меня мотивирует это идеализировать. И вот у них вопрос. Да? О чем вы мечтали? О семье? О ребенке? Об этом? Или вы мечтали о чем-то еще? Давайте просто вот разберемся. Да? Да? А как можно мечтать о ребенке и о семье, если этого ничего еще нет? Если вы не знаете, какой будет человек? Да? При этом, обратите внимание, когда мы мечтаем, мы как бы ищем того, под кого бы нам подогнать свой какой-то такой идеальный образ. Вот вы и нашли такого человека. Идеальный образ. Вначале. Когда человек мечтает, он как бы вот кроме мечты-то не особо чего и видит. Больше. И происходит то, что происходит. Вот. Дальше. Вы говорите. Значит, мне либо там его послать, да, и работать, либо не посылать. Вы говорите, что мы в глубине души друг друга любим, как это проявляется. И я думаю, что расставание это неправильно, но я пожалею об этом. Никто не идеален. Да, никто не идеален. Но люди, во-первых, стремятся быть лучшими, а во-вторых, есть вещи, которые вы не можете принять. А почему вы думаете, что расставание это неправильно? Как будто бы здесь вы себе запрещаете ошибку. Ошибку. То есть, если я с человеком, если я с человеком, если я с человеком, ну вот, вышла, да, начали встречаться с ним, то все. Назад пути нет, получается. Или как? Как это вот, ну, как это для вас вот выглядит? То есть, вот эту, вот эту часть нужно рассмотреть. Что, что это за часть? Че, эээ, чего она касается? Понимаете? Потому что, если бы вы, эээ, своего мужа принимали бы, таким, как он есть, например, Ну, я думаю, что вряд ли вы, вы, эээ, говорили такие слова, что, вот, мне не нравится, там, быть мужиком и так далее. То есть, вы склонны обесценивать свою позицию, свою, свои реакции, в том числе, реакции протеста. Вот. Вот таким образом, примерно, вы и приходите к зависимости. Вот. Как-то так. Ага. У вас, скорее всего, есть какая-то тревога, какие-то страхи. Вот. С этим нужно работать. Ну, то, что вы говорите про маму, вскользь упоминали, да, вот, то, что есть только мама, очевидно, папы нету, да, тоже может оказывать влияние. На вас. На ваше восприятие мужчин, на ваше поведение и так далее. То, что вы ведете себя, как родители, со своим мужем. Вот. Не умеете. По-другому, умеете быть мамой. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.